Если у кого-то есть карта часового побыту, то нужно знать, на основании чего она выдана, и, в принципе, можно тоже с нами проконсультироваться, мы можем сказать, будет ли она вас освобождать от обучения или нет. Также могут иностранцы, граждане Европейского Союза и члены их семей освобождены от оплаты будут, иностранцы, у которых есть карта с целого побыту, то есть постоянный вид на жительство, или карта резидента Европейского Союза. Я думаю, что кто эту карту имеет, он знает, что это такое, это карта благотерпоминового резидента Унии Европейской. Также владельцы карты поляка будут освобождены, и те кандидаты, у которых есть решение консула о польском происхождении, то есть это, в принципе, изменение было в законе год или два назад. Раньше можно было только, если у вас уже есть карта поляка, сейчас, если у вас есть это решение, то вы тоже можете нам его предоставить, и мы вас освобождаем от оплат за обучение. И последний пункт – это иностранцы, у которых есть государственный сертификат на уровне С1. Государственный сертификат выдает комиссия государственная, вы можете записаться на этот экзамен, его пройти, тоже есть, я знаю, что подготовительные курсы к этому экзамену. И если у вас будет уровень С1 на сертификате, то вы тоже освобождаетесь от оплат за обучение. И переходим к поступлению на бакалавриат. Что нужно сделать, чтобы к нам поступить? Сразу скажу, что регистрация в этом году начнется примерно в мае-июне. На данный момент у нас графика еще нет на сайте, он в разработке, но, в принципе, я думаю, что в марте он уже появится, и будет уже известно, какие даты открытия системы, закрытия, подачи документов, экзамена вступительного. То есть пока могу вам говорить какие-то примерные такие сроки, когда это нужно сделать. Значит, в мае-июне, когда откроется система, чтобы поступить на бакалавриат на польском языке, нужно зарегистрироваться и вписать оценки с вашего свидетельства со школы. Возможно, у кого-то еще аттестат, у кого уже новое это будет свидетельство об окончании школы. Вы вписываете оценки. Какие оценки нас интересуют? Это четыре оценки. Первый предмет может быть математика или физика. Второй предмет может быть география, история, экономика. Есть общество знаний или общество ведения. Информатика или физика, если в первом случае вы выбрали математику, как первый предмет вписали. И два иностранных языка. Вы видите, на выбор, вот можно выбрать один из шести языков, которые у вас есть в свидетельстве о окончании школы. За первые три предмета вы можете максимально получить по 100 пунктов за каждый. За четвертый предмет, то есть за второй иностранный язык, максимально 33 пункта рекрутационных можно получить. Оценки мы берем из свидетельства. То есть вы открываете. ЗНО мы учитываем только, если у вас есть эта оценка в свидетельстве. Вот обычно они там с правой стороны внизу, несколько этих экзаменов. То есть если у вас есть математика, на ЗНО вы ее сдавали, она у вас есть на свидетельстве. Либо если она у вас есть просто как вот оценка, которая есть как бы годовая такая окончательная оценка, вы можете вписать ее и получить за нее баллы. Вписываете вы на основании калькулятора оценок, которые у нас есть на сайте. Если вы зайдете на наш сайт, когда зайдете, рекрутация на засадах для отсюда жемцов, с левой стороны там будет закладка «Пшеличники оцен». Вы заходите, находите страну, Украина, либо Казахстан, либо Россия, либо Беларусь. То есть находите страну и в каждой стране есть вот такой калькулятор, который позволит вам с вашего свидетельства пересчитать пункты. Допустим 12 баллов это 100 пунктов и так далее. Далее вы вписываете оценку на аттестате, на свидетельстве и вписываете, сколько это будет согласно нашему калькулятору на сайте. После того, как вы писали оценки, здесь тоже такой важный момент, что система, она будет открыта месяц, даже возможно больше. То есть если у вас еще не будет свидетельства об окончании школы, вы можете зарегистрироваться, заплатить регистрационный взнос, это 85 злотых, загрузить фотографию, вписать какие-то данные о вашей школе, ваши какие-то личные данные и подождать, пока вы получите свидетельство. И только после этого вписать оценки. Следующий шаг это нужно будет сдать тест по предпринимательству. Если вы поступаете на обучение на польском, еще раз здесь сделаю такой акцент, на стационарное, потому что если вы на нестационарное, теста этого нет. Если поступаете на стационарное, то примерно в половине июля мы пригласим вас на вступительный тест по предпринимательству. Он будет проходить, я надеюсь, что в этом году стационарно, если ситуация не ухудшится в связи с вирусом, в связи с пандемией, то он будет проходить у нас в университете, нужно будет приехать к нам и пройти этот тест. Дальше там тоже будем о нем говорить. Что нас еще интересует, это ваше знание польского языка. Если вы поступаете с сертификатом C1 на бесплатное, с этим сертификатом, который вас освободит от оплаты, то вы просто показываете этот сертификат C1 и, в принципе, этого достаточно. Если у вас карта поляка, либо у вас карта стального побыта, либо резидента, беженство, то есть один из документов, который был на слайде ранее, на предыдущем слайде, либо у вас нет ни одного из этих документов, и вы поступаете на платное на польском языке, то нужно подтвердить, что ваш уровень польского языка – это B2 минимум. Каким образом это можно сделать? Можно принести сертификат, представить нам комиссии государственной. Это та же комиссия, которая выдает на C1, то есть мы принимаем только сертификаты государственные. Либо, возможно, вы закончили школу какую-то польскую, возможно, вы закончили школу в Польше именно. Это тоже нам подходит, эти документы. Но если у вас нет ни одного из этих документов, мы вас пригласим на экзамен по польскому языку. Это может быть либо интервью онлайн, так как у нас было в прошлом году в связи с эпидемией, либо это будет стационарный экзамен, он будет проходить, скорее всего, в тот же день, когда экзамен по предпринимательству. И вы его проходите либо на тот же день, либо на следующий. Вы его проходите, если набираете определенное количество пунктов, то это учитывается в рекрутации. То есть не то, что это добавляет каких-то вам пунктов к предметам, но просто как бы у вас уже есть это подтверждение знания польского. Если вы его не проходите, то у вас еще, в принципе, есть возможность получить какой-то сертификат, подтянуть польский язык, ну, будет там буквально несколько месяцев. Но обычно нет с этим проблем, экзамен он на B2, но по отзывам наших кандидатов он не такой сложный. И последний шаг, это нужно подать комплект документов. Скорее всего, это будет в июле, конец июля, то есть вот в середине июля у нас будет тест вступительный, тест по польскому, и ближе к концу июля, в 20-х числах примерно уже будет известно, поступили вы, прошли или нет. И потом мы приглашаем вас на подачу документов. Тоже будем принимать мы их стационарно у нас в университете, опять-таки, если ничего не изменится в связи с пандемией. Комплект документов тоже немного далее, остановимся на этом более подробно. Что нужно подать? В принципе, пакет документов минимальный, мы требуем сейчас минимум документов. И вот здесь поступил вопрос, а где можно посмотреть какие-то тесты, которые были в прошлом году. Можно зайти на наш сайт, это будет кандидат, студия лицензиатские, справджен квалификационный. И когда вы туда заходите, там есть ссылка, тест или пробный тест, или не помню уже, как он точно называется. Вы можете пройти, попробовать, это 30 вопросов онлайн, вы на них отвечаете. То есть это не тот тест, который был в прошлом году, но это вот такой пробный тест. Какие-то похожие вопросы могут быть, то есть вы будете понимать примерно, к чему готовиться, скажем так. Далее переходим к поступлению на бакалавриат на английском языке. Здесь все намного проще. Почему? Потому что мы не учитываем оценки. И можно все сделать онлайн, можно все сделать удаленно. То есть точно так же зарегистрироваться в интернет-системе рекрутации, заплатить 85 злотых. И здесь нужно будет загрузить сканы ваших документов в систему. Загрузить, подождать, пока мы их проверим. После того, как они проходят удачно верификацию, вы получаете offer letter. То есть это такое письмо в системе, это закладка такая появляется. Вы должны туда войти, вписать некоторые данные, например, нужна ли вам виза, либо вы будете подаваться на временный вид на жительство. То есть такие вопросы, которые уже касаются непосредственно поступления. Вписать номер паспорта, вы подтверждаете его. И после этого, через неделю, через две недели примерно, вы получаете решение о поступлении, о том, что вы зачислены. И получаете сертификат о том, что вы приняты. Вот этот сертификат, его требуют всегда в консульствах. То есть мы можем его отправить вам либо почтой, либо может кто-то, какой-то представитель ваш, какой-то знакомый, прийти к нам забрать и передать вам каким-то образом эти документы. И потом, когда вы уже получили визу в своей стране, вы к нам приезжаете, будут определенные сроки, когда можно подать оригиналы. То есть тоже не подать, а просто нам принести их, показать. Мы подтверждаем, что копия верна. И на этом уже как бы окончательно вы приняты. Это будет примерно в конце сентября. Некоторые приезжают в начале октября. Тоже мы принимаем эти документы. Просто имейте в виду, что вот примерно решение о поступлении, пока придет к вам либо почта, либо кто-то вам его передаст, что вам нужно будет податься на визу, чтобы успеть приехать к 1 октября. Потому что обучение начинается 1 октября в Польше. Семестр начинается. И вот еще вопрос. Языковые курсы при университете есть ли? Я так понимаю, речь идет о курсах польского языка. На данный момент у нас нет курсов по польскому языку, к сожалению. Поэтому у нас нет возможности предоставить вам какой-то курс, чтобы вы прошли его и у нас сдали этот экзамен, который вступительный по польскому языку. Да, да, конечно, можно поделиться файлом презентации. Переходим далее к тесту по предпринимательству. Что он с собой представляет? Тест будет проходить, как я уже сказала, стационарно. Будет он продолжаться 90 минут. Будет 30 вопросов. И это будут вопросы с выбором ответа А, Б, С, Д. То есть это будут не открытые вопросы, не нужно будет ничего описывать, писать. Просто нужно будет выбрать правильный вариант ответа. И что касается тем, которые будут раскрыты на этом тесте, которые будут затронуты, вы их видите на экране. В принципе, это такие общие темы. Там не будет какой-то экономики, макро-микро, каких-то расчетов. То есть вы можете пройти пробный тест у нас на сайте и понять, о чем будет идти речь, в принципе, на этом тесте. Тест этот, он необязательный. То есть если вы его не пройдете, допустим, вы к нам не сможете приехать, либо не хотите просто этот тест сдавать, то вы тоже будете участвовать в рейтинге. Единственное, что у вас будет максимум до 100 пунктов меньше, чем у других наших кандидатов. В принципе, без теста, если у вас хорошие оценки, все 12, либо в случае других стран, все пятерки, либо все десятки, и вы наберете 333 пункта, то скажу, что два года назад проходной балл как раз был 333 пункта, и все, кто имели 333, либо выше, все прошли. То есть, ну, конечно, я всегда советую приехать на этот тест, попытаться его пройти, сдать, даже если вы сдадите на 10, на 15 его баллов, на 20. В любом случае эти баллы мы как бы добавим к тем, которые вы получили за оценки, и уже вы будете выше в рейтинге. Потому что иногда бывают случаи, когда не хватает у двух, трех, пяти пунктов. То есть, это очень обидно. И как рассчитываются баллы? Тест по предпринимательству, как я уже сказала, 100 пунктов максимально можно получить за него. И по оценкам со свидетельства, либо с аттестата, 333 пункта. То есть, вот максимально 433 пункта можно получить. И вот, как я сказала, два года назад, то есть 333 пункта, это был проходной балл из максимальных 433. И переходим к поступлению в магистратуру. Что касается обучения на польском языке, то очень похоже, так как и на бакалавриате. Тоже нужно зарегистрироваться, только не нужно вписывать никаких оценок, никаких там средних с дипломов и так далее. Просто нужно будет к нам приехать и сдать экзамен по экономике и иностранному языку. Иностранный язык будет тоже, можно его будет выбрать. Это английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, русский. И будет он проходить примерно в конце июня. Тоже будет в графике поступления. Эти все даты будут на сайте у нас. Можно будет их в марте уже проверить. И при поступлении на магистратуру мы требуем, чтобы у кандидатов было знание языка на уровне минимум С1. Как и в случае с бакалавриатом, мы принимаем сертификаты государственные. И также, если кандидат закончил образование, закончил какой-то университет и получил образование в Польше на польском языке, то это тоже как бы приравнивается при рекрутации к сертификату знания на С1. То есть, если есть диплом об окончании польского университета, на польском языке, конечно же, то тоже это учитывается. И нужно будет еще точно так же, как и в случае с бакалавриатом, подать документы лично, либо тоже может подать ваш представитель. Для этого нужно будет доверенность распечатать с нашего сайта, заполнить ее, вписать свои данные, вписать данные того человека, который будет подавать, передать ему оригиналы документов. и он может их подать в вашем лице. Переходим далее до обучения, к обучению на английском языке, как выглядит поступление в магистратуру. Точно так же, как и на бакалавриат, только нужно будет подать вместо свидетельства, нужно будет подать диплом об окончании бакалавриата в любой стране. Сначала, конечно, зарегистрироваться, загрузить сканы документов. Не помню, говорила или нет, при обучении, при поступлении на бакалавриат нужен документ, который подтверждает знание вашего языка английского, вашего уровня английского языка на уровне минимум B2. У нас есть список на сайте, где можно посмотреть, какие сертификаты мы принимаем. Мы принимаем и IELTS, и TOEFL, и FCE, и TOEIC. То есть там очень большой список. В любом случае, я думаю, что можно будет какой-то из этих сертификатов получить в вашей стране, либо тоже в Польше можно сдать какой-то, получить, сдать этот тест по английскому и предоставить нам сертификат. Если у вас недостаточный уровень английского языка, то мы можем пригласить вас, это в случае как и с бакалавриатом, как и с магистратурой, мы можем пригласить вас на собеседование онлайн на английском языке. Нужно будет рассказать о себе, какие-то общие вопросы, то есть наши лекторы английского языка, преподаватели, они будут с вами общаться и таким образом будут проверять, есть ли у вас этот уровень B2. Точно так же нужно будет подтвердить offer letter в системе, вписать свои данные, и в сентябре, под конец сентября примерно, подать комплект документов, подать оригиналы. Что касается экзамена по экономике иностранному языку, он состоит из трех модулей. Первый модуль – это общий языковой, он для всех обязательный, кто поступает на магистратуру на дневное на польском языке. Второй модуль – это для тех кандидатов, которые поступают на анализ данных Big Data, на экономику или на количественные методы экономики информационной системы. То есть этот модуль нужно обязательно пройти такой количественный, то есть с расчетами. И качественный для всех других направлений будут вопросы из макро-микроэкономики, из международной экономики, то есть тоже это все можно посмотреть у нас на сайте, в закладке. В марте будут добавлены примерные вопросы, те, которые там были в предыдущих годах, или те, которые могут быть. То есть можно будет посмотреть это все у нас на сайте. Если у кого-то будут проблемы с тем, чтобы найти какую-то информацию на сайте, можете написать, я оставлю свой e-mail, можете мне написать, я вам отправлю ссылку, и вы сможете прочитать всю информацию. Чтобы участвовать в рейтинге на магистратуру, при поступлении, при сдаче вот этого экзамена по экономике иностранному языку, вам нужно будет сдать вот этот экзамен, то есть эти два модуля, общий языковой и качественный, либо количественный, на 40%. Максимально можно получить 100 пунктов за этот экзамен. И при этом 30% из каждого модуля тоже нужно, чтобы у вас набралось определенное количество пунктов. В принципе, с поступлением на этом, вот все те, которые я хотела вам сказать, особенности поступления, какие-то правила, хотела бы еще только добавить, извините, добавить, что касается комплекта документов. Если вы поступаете на обучение на польском языке, вам нужно подать аттестат с приложением, либо свидетельство с приложением, и обязательно должен быть апостиль на этом аттестате. То есть апостиль делается в стране, где был выдан свидетельство, где было выдано либо аттестат. Насколько я знаю, в Украине это делает Министерство образования. И обязательно, когда вы приедете в Польшу, этот аттестат либо свидетельство нужно перевести у присяжного переводчика на польский язык. Мы не принимаем нотариальный перевод из Украины или из других стран. Извините. То есть нужно обязательно это делать в Польше, потому что очень часто бывают случаи, когда переводят в Украине, либо в России, в Казахстане. И потом приходится здесь еще раз переводить, либо подтверждать у присяжного переводчика. Найти присяжного переводчика очень просто. В Польше можно зайти на Министерство справедливости, то есть Министерство юстиции, вписать «Тумача Пшищенгуэ», и будет список выбрать город, например, Варшава, и выбрать из списка, там есть адреса, там есть контактные данные, с кем-то сконтактироваться и перевести. Значит, свидетельство, либо аттестат, апостиль, перевод, подтверждение польского языка, если у вас сертификат, если кандидату еще нет 18 лет, то нужно разрешение от родителей, можно будет его у нас в системе загрузить, родители его просто заполняют, вписывают данные свои, данные ребенка, и нам его предоставляют. То есть, если у вас есть вот это разрешение, то ваш ребенок, то есть кандидат, который к нам поступает, он может сам подписать договор, и мы можем у него принять документы без вашего присутствия. И что касается обучения на английском, то это, в принципе, те же документы, только вместо сертификата знания польского, это будет сертификат знания английского языка. При поступлении на магистратуру это будет диплом об окончании университета, то есть, как минимум, бакалавр у вас должен быть. Точно так же приложение, диплом, а по стилю обязательно, и перевод присяжный. И подтверждение знания языка либо на польском, либо на английском. Значит, вижу, что здесь спрашивают, во-первых, тесты по предпринимательству за прошлый год также можно найти на сайте. У нас есть один такой пробный тест на сайте. Именно вот, как я уже сказала, вопросов с прошлого года мы не предоставляем. Но пробный тест с какими-то подобными вопросами, которые касаются тоже там определенной тематики, которая может быть в этом году на тесте, вы найдете вот у нас на сайте. И по поводу рассказать еще про offer letter. Если вы имеете в виду тот, который вот при поступлении на английском, вот когда нужно подтвердить offer letter, то после того, как вы загрузили сканы ваших документов при поступлении на английское, на обучение английском языке, вы ждете, когда будет меняться их статус. То есть вы их загрузили, он будет у вас как загруженный. Когда мы их проверим, у вас поменяется статус на подтвержденный, либо отклоненный. Почему мы можем отклонить документы? Потому что, например, вы там, где нужно было загрузить свидетельство, вы загрузили какой-то другой документ, например, скан паспорта. Тоже такое случается. Либо языковой сертификат. То есть там будет в системе секции, где нужно подать, нужно загрузить документы, те, которые там как бы перечислены. Поэтому тоже как бы стоит на это обратить внимание, потому что мы их отклоняем, потом вы их опять будете загружать, и так можно вот дедлайн пропустить, когда можно будет их нам выслать на верификацию. После того, как у вас все документы будут со статусом подтвержден, в течение недели примерно, у вас появляется еще одна закладка в системе, и там нужно будет подтвердить данные. Как я уже сказала, просто нужно будет вписать, будете ли вы подаваться на визу. Если да, то тогда нужно будет вписать номер своего паспорта, потому что он указывается в документе, который вы предоставляете в консульстве. Нужно будет подтвердить, хотите ли вы подаваться на общежитие. Нужно будет указать еще, куда именно вы будете подавать документы, чтобы получить визу консульства, в какой стране, в каком городе. То есть вот в этом заключается offer letter, то есть вы подтверждаете, что после того, как вы загрузили нам свои документы, и вы прошли, что вы продолжаете процесс рекрутации, и хотите получить решение о поступлении. Вот в принципе в этом цель этого offer letter. Если вы имеете в виду offer letter, тот документ, который вы будете подавать в консульстве, это как сертификат, сертификат о поступлении, то он выдается в случае, если вы поступаете на обучение на польском языке, когда вы подаете нам документы, оригиналы, это где-то будет в конце июля, как я уже сказала, мы вам сразу выдаем решение о поступлении, и вот этот сертификат, который вы предоставляете в консульстве. Если вы поступаете на обучение на английском языке, и все делаете удаленно, то есть загружаете сканы, то мы вам отправляем этот сертификат, admission certificate, или сертификат о поступлении иностранца на обучение в польский вуз, то мы вам отправляем либо почтой, либо кто-то из ваших знакомых, либо, возможно, вы сами будете в Варшаве, и придете просто у нас его получите. Сколько студентов иностранцев в университете? Примерно 1100 иностранцев, вот как я говорила на первом, на сайте с фактами, извините, на слайде с фактами, это где-то 1100 иностранцев. Сразу могу сказать, что иностранцы у нас есть со всего мира, и это только вот иностранцы, те, которые именно обучаются на бакалавриате либо на магистратуре, плюс у нас еще есть иностранцы, которые к нам приехали по обмену, по программе Erasmus или по двусторонним соглашениям, то есть со всего мира. Это и Азия, это и Южная и Северная Америка, это Европа, конечно же, и Африка, то есть у нас очень такой международный университет. И как раз мы переходим, перейдем тогда сразу к международному обмену. Если вы являетесь нашим студентом, то можно поехать поучаствовать в программе обмена студентами. Что это может быть? Это могут быть двусторонние соглашения с университетами, у нас более 300 партнерских университетов по всему миру. Это может быть программа двойного диплома. На бакалавриате это 4 программы. Страны, какие вы видите, это Германия, Китай и Южная Корея. И на магистратуре 12 программ, тоже вы видите перечень стран. Что такое двойной диплом? Вы поступаете к нам, допустим, на обучение на 3 года, и из них 1 год вы проводите в партнерском университете, сдаете там предметы. И после 3 лет обучения на бакалавриате вы получаете 2 диплома. Наш диплом и, допустим, диплом у какого-то университета из Германии, либо из Китая, либо из Южной Кореи. На магистратуре точно так же, только из 2 лет вы проводите год в партнерском университете. Также у нас есть программа, очень много Erasmus, Erasmus+. Это Европа, это очень большой список стран. Можно зайти тоже к нам на сайт, посмотреть, какие требования, чтобы поступить, чтобы пройти этот конкурс. Могу сказать, что учитывается средний балл, плюс учитывается студенческая деятельность и знание иностранного языка. То есть эта пунктация вся, она суммируется и решается, проходите вы по конкурсу или нет. И еще у нас функционирует при университете польско-немецкий академический форум. Вот в начале презентации я говорила, что можно лекции проходить на немецком языке. Это вот как раз этот форум. Когда вы поступаете на обучение на бакалавриат, то в первом семестре вы можете выбрать предметы на немецком языке. То есть это там около пяти предметов, насколько я помню. Вы можете их выбрать в виртуальном деканате среди прочих предметов. То есть вы выбираете на польском либо на английском и выбираете еще на немецком. И эти лекции, эти занятия у вас проходят на немецком языке. У нас есть преподаватели из Германии. И после этого вы тоже сдаете на сессии, сдаете эти предметы на немецком языке. То есть, допустим, микроэкономика. Вы могли бы ее сдавать на польском, но вы хорошо знаете немецкий, и вы ее проходите на немецком. Потом у вас эти будут предметы в вашем приложении к диплому. То есть получите сертификат по окончанию. Можно тоже, если вы участвуете в этом польском-немецком академическом форуме, можно поехать в Германию, получить стипендию, поехать тоже там на месяц или на несколько месяцев на обучение на немецком языке в одном из немецких вузов партнерских, допустим, в Майнц. Это западная Германия, недалеко от Франкфурта, на Майне. Что касается, вот вопрос, сразу вижу, как организованы пересдачи академических задолженностей. Сейчас об этом поговорим, и по поводу условий проживания тоже поговорим после следующего слайда. Это карьера в СГХ. Хотела бы здесь еще по поводу карьеры сказать, что в нашем университете функционирует сервис карьеры. Это платформа, где можно загрузить свое CV, можно создать, загрузить CV, и можно найти предложение работы от наших фирм-партнеров. Как вы видите, вот на слайде логотипы наших партнеров. Недавно к нам присоединились, например, Microsoft присоединился, и постоянно у нас расширяется наша партнерская база, и можно пройти у наших партнеров практику, либо стажировки тоже можно пройти. Когда вот не было пандемии, скажем так, у нас проходили ярмарки, вакансии в университете, вот в этом корпусе, в котором я нахожусь, это корпус Г, это главный корпус нашего университета. Можно было подойти к стенду, поговорить с сотрудниками. Очень часто там на этих стендах присутствовали наши студенты, либо наши выпускники, и можно было у них уточнить, каким образом можно устроиться в эту партнерскую фирму, либо на это предприятие, какие там условия отбора, какие этапы отбора и так далее. И также у нас еще функционирует центр поддержки предпринимательства, и это уже, наверное, более для студентов 2-3 года обучения, можно получить консультацию по поводу стартапа. То есть если есть какая-то интересная мысль, какой-то бизнес, возможно, студенты хотят вынедрить, развивать в Польше, то можно получить консультацию, поддержку в разработке бизнес-плана, ну и дальнейшие советы от наших специалистов. И что касается еще сервиса карьеры, то тоже можно пообщаться с представителем, который поможет вам составить CV, то есть резюме, который поможет вам подготовиться к собеседованию, возможно, если вы куда-то собираетесь устраиваться на работу, пройти психологический тест по профориентации. То есть все это можно получить в нашем сервисе карьера. Так, про международный обмен мы сказали. По поводу наших контактов. Если у вас возникают какие-то вопросы, то вы можете писать нам на e-mail. Вот первый – рекрутация, это если вы хотите обучаться на польском языке, и второй – admission, если вы хотите обучаться на английском языке. Здесь еще указаны два номера телефона, вот который с окончанием 7777, это наш общий номер. И вот второй – 9657, который оканчивается, это непосредственно ко мне, то есть можете ко мне звонить с 8 до 4. Когда я нахожусь в офисе, с понедельника по пятницу, говорю я на украинском, на русском, на английском, на польском, то есть можете звонить смело, задавать ваши вопросы. Если есть какие-то сомнения, тоже можете смело звонить. И, конечно же, у нас есть соцсети нашего университета, видите тоже логотип на слайде, добавляйтесь к нам на Facebook, на Instagram, подписывайтесь в YouTube, в Twitter, LinkedIn, Flitzkirk, который с фотографиями. То есть можете посмотреть тоже фотографии, какие у нас мероприятия проходят. У нас очень много студентов организовывают, и наши партнеры тоже, фирмы. У нас, то есть, проходит очень много мероприятий. Вот, как я уже говорила, в 2020 году, вот с марта, конечно, этих мероприятий не было по известным причинам, но, как правило, очень у нас активная именно студенческая жизнь. У нас функционирует более 60 студенческих организаций. Это и различные клубы, это и клубы песни-танца, это и хор. Это тоже клубы, допустим, там, клуб логистики, либо клуб международной экономики. То есть более 60 организаций. Всегда каждый студент может найти что-то, что ему понравится, что ему будет по душе. Так, и перехожу тогда к вашим вопросам. Как организованы пересдачи академических задолженностей? Если студент не сдает сессию, какой-то предмет на сессии после первого семестра, то есть вот он только к нам поступил на бакалавриат, и он не сдал один из предметов, то есть еще поправка, это называется на польском, то есть это проходит буквально через неделю, через две, после сессии можно еще раз попробовать сдать этот предмет. Если опять его студент не сдает, то тогда он уже идет на вторую поправку, но это уже ворунок называется, и он будет платный. То есть два шанса, чтобы сдать экзамен, то есть на сессии и на этих поправках у вас есть. Если не сдал, как я уже сказала, тогда платный ворунок, он может быть и в июне, он может быть и в сентябре, то есть это зависит от предметов, зависит от преподавателя. И вот расписание, конечно же. Какие условия проживания? У нас, как я уже сказала, два общежития, которые находятся с... Два общежития, которые находятся рядом с нашим университетом. Условия, вы можете посмотреть фотографии на нашем сайте, условия хорошие, не знаю, я не помню, чтобы кто-то из студентов жаловался, что какие-то плохие условия. В принципе, условия неплохие, скажем так. То есть, наверное, тоже все относительно. И, ну, я же говорю, что вы можете зайти посмотреть фотографии на сайте, и, в принципе, вам будет понятно. Но, как я считаю, это хорошие условия, и студенты не жаловались. Конечно, это общежитие, если кто-то привык в тишине, если кто-то хотел бы быть сам в комнате, то у нас, к сожалению, нет, потому что... Нет такой возможности, потому что минимум два человека в комнате в наших общежитиях живет. Ну, естественно, общежитие – это молодежь, это студенческие годы, то есть там не будет постоянно тихо, но, конечно же, порядок соблюдается, само собой. Так, хорошо. Далее. Какие факультеты у нас? Как я уже показывала на сайте, на слайде, простите, если вас интересует бакалавриат, на польском языке, вот пять направлений, напишите только, видно ли сейчас слайды, потому что перешел режим «Ответ вопрос». Вот вы их можете видеть, это на польском, есть на английском, те, которые факультеты представлены на слайде. И что касается магистратуры, тоже вот они есть на десятом. По-моему, презентация тоже доступна всем участникам, то есть вы можете ее пролистать, просмотреть. Если нет, тогда заходите на наш сайт. Сайт есть на польском языке, есть на английском языке. Видно, видно, хорошо. И тогда могу вам еще показать, вот на сайте, где найти информацию, тоже есть она на украинском, и на польском, на русском, на английском. Напишите мне тоже, пожалуйста, видно ли сейчас экран, когда вот я открываю студию лицензиации первого стопня. Чтобы я понимала, есть ли смысл. Не видно. Не видно. Ну, окей, хорошо. В любом случае, когда вы заходите на наш сайт, то есть sgh.vav.pl, вы выбираете закладку «Кандидат», и с правой стороны появляются флажки. И вот среди них есть Украина, флажок Украины. Когда вы туда заходите, вы можете прочитать всю информацию на украинском языке. Прочитать всю информацию на украинском языке. И также еще есть флажок «Беларусь», и можете прочитать на русском языке. Так, читаю дальше ваши вопросы. Какие факультеты я вам ответила? В какое время проходит сессия? Обычно она проходит конец января или в феврале. То есть вот, ну, там плюс-минус несколько дней, то есть январь-февраль. Что касается летняя, это июнь. Но, опять-таки, расписание может немного меняться, но вот примерно вот так. Какие программы ЕСПО-грантов сотрудничают с вашим университетом? Что касается международного обмена, что касается вот Эразмуса и различных программ студенческого обмена, вы можете зайти на наш сайт, это «Центрум в сполпрацессе за границей» и посмотреть полностью весь перечень. То есть вот те, о которых я уже упомянула, и плюс еще можете посмотреть, какие дополнительные. Еще могу сказать по поводу стипендий. Есть в Польше организация, это Народовая агенция обмена и академийский, НАВА. Вот четыре буквы, N-A-W-A. Вы можете зайти и посмотреть, это государственная организация, которая предоставляет стипендии для иностранцев. И на польском, и на английском. У них программы постоянно меняются, меняются какие-то предложения, поэтому заходите, смело проверяйте, возможно, вы что-то найдете для себя, если хотите получать какую-то стипендию. И студенты, в принципе, с этими стипендиями к нам поступают, мы эти внешние стипендии принимаем и признаем. Сколько пар в неделю в среднем? Сложно сказать, потому что это зависит, как себе студент создаст график. Что касается обучения, например, на бакалавриате, это, конечно, с понедельника по пятницу, в принципе, студент загружен, потому что много предметов, все нужно пройти и сдать. В первом семестре у вас есть список обязательных предметов, которые вам нужно в любом случае в первом семестре сдать. Поэтому, что касается, конечно, нестационарного, то это уже другая история, на магистратуре тоже меньше предметов. Можно зайти тоже на наш сайт и посмотреть, допустим, любое из направлений открываете, экономия, например, закладка, и там будет информатор СГХ. И в этом информаторе, это файл PDF, вы можете его открыть и посмотреть, какие предметы будут на первом семестре, на втором, на третьем, на четвертом и так далее, и сколько их будет. То есть вы примерно можете рассчитать, сколько будет пар в неделю, если у вас там за первый семестр, например, нужно сдать 10 предметов. Нужна ли медицинская страховка? Нет, не нужна. То есть она нужна вам в Польше, но мы, как университет, мы не требуем ее, мы не проверяем. Но, конечно же, когда вы будете подавать документы на визу в консульство Польши, у вас потребуют, во-первых, страховку, которая будет выдана фирмой, которая есть в списке принимаемых консульством страховых компаний, страховок. То есть есть определенный список на сайте консульства, по-моему, 7 или 10 страховых фирм, которые принимает консульство польское. Поэтому обращайте на это внимание, потому что если вы подадите другую страховку, просто вам откажут в визе. Поэтому мы, нет, мы не требуем. Студент приезжает и сам может здесь себе оформить какую-то страховку, либо это будет частная фирма, либо это будет Народовый фунтус здоровья NFZ, то есть это государственная страховка. Это по желанию студента. Так, только презентация, то есть это видно было только презентацию, окей. Нужен ли студенту опекун до наступления совершеннолетия? Мы требуем только, как я уже сказала, разрешения от родителей, которые у нас есть на сайте, которые у нас есть в системе. Если вы нам предоставите это разрешение, то никаких дополнительных документов мы не требуем. Единственное, если вы хотите, чтобы в Польше был человек, который будет опекуном на территории Польши, то вашего ребенка, то вам нужно будет найти такого человека, либо знакомые какие-то ваши. Но у нас тоже нет такого требования, что обязательно должен быть опекун. То есть у нас студент может все документы подписывать сам с вашим разрешением, которое вы при поступлении ему предоставите. Да, вот кто-то уже сбросил, спасибо, страницу, которая на украинском языке. Вы можете ее открыть, почитать. Будут какие-то вопросы, пишите. Какой конкурс на место в вашем ВУЗе в среднем? В связи с тем, что у нас первый год общий, у нас нет вот этого разделения на факультет на первом году обучения при поступлении. Мы сейчас говорим об обучении на польском языке. Потому что, в принципе, если говорить об обучении, о поступлении на факультет на английском языке, то там нет как такового конкурса. Если у вас документы есть, все, которые мы требуем, есть подтверждение английского, то мы принимаем на обучение. В принципе, никаких с этим проблем нет. Что касается рейтинга на обучение на польском языке, это где-то примерно, наверное, три человека на место в среднем. Не знаю, может быть, два-три человека. Ну, вот примерно так. Наверное, ближе к трем все-таки. Такой вот у нас конкурс. Можно ли получить польское гражданство после окончания обучения? С польским гражданством ситуация, скажем так, сложная и очень запутанная. Вам лучше всего зайти на сайт отдела по работе с иностранцами в Варшаве. Тоже есть информация там на русском, на украинском языке. И почитать, какие нужно требования выполнить, чтобы получить гражданство. Потому что если вы будете обучаться пять лет, чтобы получить гражданство вот таким обычным путем, насколько мне известно, это около восьми лет нужно проживать в Польше. И у вас должны быть какие-то основания, то есть либо обучение, либо работа, постоянный доход. То есть нужно выполнить ряд требований. Просто вот то, чтобы закончить университет через три или пять лет, к сожалению, это не дает вам права получить гражданство польское, но это дает вам право освободиться от сертификата знания польского языка на уровне В1 на данный момент требуется, на уровне В1, чтобы получить польское гражданство. И в принципе университет, который, извините, не университет, а только сертификат, который требуется вот при подаче на гражданство, диплом университета его может заменить. Насколько сильно загружен студент, есть ли время на подработку? Знаю точно, что студенты подрабатывают. Очень многие студенты, те, кто учится на стационарном, они освобождены от разрешения на работу, поэтому очень многие подрабатывают и с первого года обучения, и на втором начинают уже. Поэтому, в принципе, это тоже зависит, наверное, от студента, от его возможностей, но точно могу сказать, что студенты подрабатывают. Поэтому всегда можно попробовать, всегда можно что-то найти. Очень много предложений, подработки для студентов, в Польше и, в принципе, в Варшаве. Чи даёт участь в студентском житті, какие-то бонусы в навчанні по балам? Значит, смотрите, в навчанні не даёт, но даёт, если вы хотите поездить на обмін, по какой-то программе обміну студентами. Як я вже казала, що потрібно, щоб був середній балл, високий, щоб вас була участь у студентському житті і знання іноземної мови. То есть, повторюсь, ещё раз на русском, да, що бонусів даёт в обученні, как бы, особо, наверное, каких-то не даёт, но если вы хотите поехать по программе обмена студенческого, то это вам даст дополнительные пункты, і ви будете выше в рейтинге тех студентов, які хочуть поїхати по обмену. Якщо знімати житті в пригороді в Варшаві, реально їздити на учёбу без проблем? Як з транспортом? З транспортом в Варшаві дуже добре. Очень удобно добираться, в принципі, з любой точки Варшави. Що касається пригорода, тож, в принципі, можна, тому що є електрички пригородні, можна добираться. Единствено, що, наверное, минус, це, допустим, вони їздять тільки раз в 15 минут, або раз в полчаса. Якщо автобуси по самому городу можуть їздити раз в 10 минут, раз в 15 минут, то, в принципі, з пригорода... В принципі, в Варшаві дуже добре транспортне сообщення, дуже добре общественній транспорт. Можна студенту оформити на місяць, або на три місяці проїздной, плюс на нього буде скидка 50% на этот проїздной, т.е. це дуже вигодна для студентів, якщо є легітимація, т.е. це студенчісне удостоверення, то можна викупити такий проїздной і добираться. В пригороді тож можна жити. Ну, я ж кажу, єдинствено, треба, коли ви будете снимати жилье, будете искати жилье, просто посмотреть на карте, проложити путь, як можна буде добратися, і проаналізувати, допустим, проложити його в 8 утра, ну, либо вот начинаються лекції в 8, проложити його в 7, либо в 7 в 30, в 3 часа дня, в 4, вечером, в 7 вечера, і розуміти просто, як транспорт ходить. Тож, що здесь ходять і ночні автобуси, здесь нет проблем, щоб ночі вообще передвігатися по Варшаві на общественному транспорту. Єдинствено, що цей автобус, він буде їхати дільше, і він буде їздити там раз в полчаса, або раз в час. Тож, проверяєте, але с транспортом здесь проблеми нет. Скільки стоїть проїздний студенческий на місяц? Чесно говоря, вже так не помню, по-моєму, 90 злотых, якщо на місяц, і 200 злотых, 200 злотых, якщо на 3 місяця, то можете мені написати емейл, я вам посмотрю на сайте общественного транспорту в Варшаві, я вам точно скажу, що я не помню, я не пользуюсь, тому сложно так ответить на этот вопрос. Але якщо напишете, я обязательно вам відправлю всю інформацию. Так, стоимость английських программ, є ли можливість сплатити помісячно? Сразу скажу, що да, є можливість сплатити помісячно, можна выбрать оплату по семестрам, два раза в год, либо 10 раз в год помесячно. Нужно буде заплатити до конца предыдущого місяця за следующий місяц. Що касається оплаты, обучення на английському языці на данний момент стоить 2000 евро за семестр, то есть это 4000 евро за год. Як буде в следующем академическом году, то есть вот, когда буде рекрутация у нас в этом году, этим летом, будуть опубліковані оплату, які будуть касатися академічного року 2021-2022. Ну, я не думаю, що будуть якісь больші змінення, но в любом случае, вот 2000 евро за семестр, 4000 евро за год. Це що касається бакалавриата. Що касається магістратурі, це 1800-1900 евро за семестр. Тільки одна программа, це «Finance and Accounting», то есть «Финансы і бухгалтерський учет», она стоить 2550 евро в связи з тим, що вот є можливість отримати міжнародний сертифікат ACCA. І вот тут теж організатор выставки добавив, що для расчета транспортного сообщення, як до ЯДПЛ, да, це таке приложення, котре можна встановити на телефон, в ньому можна покупати тежі билети, і можна прокладувати путь з точки А в точку В. То есть це теж дуже дуже удобно, дуже багато їм пользуються, тому для студентів дуже идеально можна проложити путь в будь-яку точку города і, в принципі, в будь-якому місті Варшави. Так, хорошо. Хорошо, смотрю, що вопросов більше нет в чаті. Якщо є якісь, то, будь-якому, то, будь-якому, задавайте. Ще раз вам покажу слайд с контактами. Видно ли сейчас екран? Пожалуйста, напишите мне, видите ли вы наши емейли, рекрутация и адмишн. Да, отлично. Насколько дешевле проживати в общежитии, чем снимати квартиру? Стоимость общежития в СГХ – это где-то 500-600 злотых за месяц. Что касается квартир в Варшаве, то все зависит от, наверное, как и в каждом городе, от места расположения квартиры. Но, в принципе, за однокомнатную квартиру можно снять за 1200 примерно злотых в месяц. Конечно, это будет не в центре, конечно, нужно будет еще добираться на общественном транспорте. Но, конечно, в общежитии дешевле. Но, как я уже сказала, в общежитии в любом случае студент будет не сам. Это будет общая кухня, это будет общая ванная комната. Поэтому здесь уже кто на что настроен, какой комфорт себе хотел бы обеспечить. Но вот, в принципе, такая разница цен. То есть где-то 600 злотых общежития и где-то вот 1200, то есть в два раза дороже, это будет однокомнатная квартира. Конечно же, студенты снимают вместе, могут уже снимать вместе двухкомнатную квартиру. Двухкомнатная квартира – это где-то около 2000 злотых. Но, опять-таки, может быть дешевле, если это где-то дальше, ближе к окраине города. Может быть дороже, если это ближе к центру, либо ближе к метро. Поэтому можно посмотреть на OLX примерно, сколько стоит квартира. Однокомнатная, двухкомнатная, тоже трехкомнатные снимают. Поэтому… И тоже зависит, конечно же, от самой квартиры, от условий. Можно ли подать документы на поступление заранее, а по окончанию школы добавить к ним аттестат, баллы ЗНО? Да, можно. Как я уже сказала, регистрация на обучение начнется в мае, в июне. Аттестаты, свидетельства, насколько я знаю, получают или в середине июля, или под конец июня. Можете зарегистрироваться, заплатить регистрационный взнос 85 злотых. И после этого, как только вы получите аттестат, вы опять входите в систему, то есть у вас будет свой профиль, вы вписываете логин и пароль и вписываете оценки, вписываете данные, нужно будет номер свидетельства тоже подать, адрес школы, то есть это все можно будет сделать позже. Но единственное, как я уже сказала, в марте будет опубликован график поступления. Обратите внимание на все даты, потому что если вы какую-то дату, ну, скажем так, не успеете к какой-то дате загрузить какую-то информацию подать, либо загрузить сканы, вот как в случае с поступлением на английское, на обучение на английском языке, то, к сожалению, как бы вы не сможете принимать участие в дальнейшей рекрутации. Так, что еще? Можно ли поступить дистанционно? Можно на обучение на английском языке. Если вы хотите обучаться на польском языке, то нужно будет приехать сдать экзамен по предпринимательству в случае бакалавриата, и экзамен по экономике иностранному языку в случае магистратуры. Плюс еще подтвердить знания польского языка. Если мы будем в этом году проводить экзамен по польскому языку, то тоже нужно будет присутствовать на нем. Сейчас студенты учатся онлайн. Студенты в общежитии находятся все время, если при университете спортзалы. Да, есть спортзал, и я только не уверена, что сейчас он открыт, потому что в Польше были какие-то изменения, были закрыты какое-то время спортзалы, потом их открыли, потом открыли бассейны, то есть я, к сожалению, за этим не слежу. Но тоже при одном из общежитий есть спортзал. Студенты обучаются онлайн. Часть студентов обучается из тех стран, как бы из стран проживания, потому что некоторые просто не смогли приехать в связи с тем, что вот какие-то ограничения на границе, тоже не все документы принимают. То есть многие обучаются онлайн, из Украины, из России, из Казахстана, из Индии, то есть из самых различных стран. Те, кто поселились в общежитии, да, они находятся в общежитии все время или нет, не знаю, но они имеют право там находиться, если они были приняты в общежитии, если они получили место и как бы они уже туда поселились, то есть они могут там находиться все время. Регистрационный сбор надо платить при подаче документов за каждый универ, если подавать несколько одновременно. Я думаю, что да, потому что вот этот регистрационный сбор, его устанавливает сам университет. Если вы хотите поступить к нам, но, допустим, вот в случае обучения на английском языке, хотите на несколько поступить факультетов, потому что вы боитесь, что, допустим, не пройдете на какое-то из направлений. Вы можете указать в системе регистрации, что вы хотите поступить, допустим, на менеджмент, на первом месте его указать, а на втором месте указать, допустим, международную экономику. Тогда вы платите один раз 85 злотых. Если вы хотите поступать в несколько университетов, то вам нужно заходить на сайт каждого университета, смотреть, проверять, какой у них есть регистрационный сбор, сколько он, как бы, какая-то сумма, и платить, дорегистрироваться отдельно в системе приема студентов каждого университета и оплачивать отдельно за каждую регистрацию, за поступление. Так, вижу, вопросов нет. Очень интересно, доступно. Спасибо всем за участие. Как я уже сказала, если есть какие-то вопросы, сейчас напишу в чате и скажите мне, видите ли вы мой имейл. Так, вот я сейчас отправилась. Скажите, пожалуйста, увидели ли вы. Запишите, пожалуйста, это мой имейл. Можете мне писать. Как я уже сказала, можете звонить. Да, вот еще раз напишу свой номер. Меня зовут Наталья. Кто не слышал в начале. И это номер телефона, по которому можно непосредственно ко мне позвонить с понедельника по пятницу с 8 до 4, с 8 до 16. Если никто не ответит, то позвоните еще раз позже либо напишите мне имейл, потому что мы тоже работаем частично удаленно в связи с пандемией, поэтому я могу быть не всегда на рабочем месте. Если какие-то еще есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте в чате. С удовольствием вам на них отвечу. Вайбер, Телеграм, ну, к сожалению, нет. У нас нет ни Вайбера, ни Телеграма. Можете писать мне на имейл. В принципе, я очень быстро отвечаю. Я постоянно проверяю почту, поэтому... Можете писать тоже на Facebook, на нашу группу, допустим, там помечать, что это вопрос для Натальи из рекрутации, если вам удобнее, например, на Facebook общаться. Спасибо, спасибо всем за участие. Будем рады видеть вас в нашем университете. Желаю всем легкого поступления, чтобы все прошло без проблем и с визами, и с поступлением, и с документами, с подготовкой. То есть всего самого наилучшего в поступлении, и, ну, как я уже сказала, чтобы это все прошло легко и непринужденно. Добрый день всем. Ну, если вопросов нет, то, наверное, будем заканчивать тогда. Спасибо еще за всем участие. Вам интересный рассказ. Вот, а всех, кто присутствовал, мы предлагаем проследовать следующие вебинары, которые будут сейчас проходить. Отписание вы получаете в нашем телеграм-канале. Все, спасибо всем, удачи. Все, всех благ, до свидания. Все, я пока закрываю.